Привет, ребята! Мы продолжаем наш тренинг по специальной мануальной терапии. Рассмотрим шею, которую можно править как сидя, так и лёжа. Ой, как сидя, так и стоя. Это, в принципе, похожие способы. Расправь ноги пошире. Спинку выравниваем человека. А шея должна быть расслаблена. Вот, покачали так, чтобы он расслабился. Проверили, насколько он наклоняет сюда, сюда голову, вперёд. Выпрямляй голову, ещё раз до назад. Ровно смотри, вперёд. Сам наклоняйся, вперёд наклоняй голову. Да, смотрим, как ходит шея, потому что она может идти, например, вот так наклоняться, да? Может идти вот так, где-то так, тик, и дальше прямо наклоняться. То есть, где вот произошло вот этот вот тик, это значит, где-то вот в районе третьего-четвёртого позвонка, значит, он смещён, скорее всего, будет вот в эту сторону. Поэтому проверяем это всё по остистым отросткам. Расчупим, чтобы они были на одной линии по боковым отросткам. Покачали головой, покивали, покрутили на ротацию. Ну, в принципе, мы уже не первый день занимаемся, тут всё ровно. Вот немножко, немножко тут упирает. Да, да, это вот второй-третий позвонок, набирая чуть сюда. Со вторым позвонком бывает иногда такая, как бы, обманка, потому что у него тут две дужки, видите, да? И вот, когда мы щупаем по линии оси, да, то кажется, что он ровно, да? А вот эта дужка не нащупывается, потому что за мышцами у нас спрятаны, вот мышцы идут. Зато вот по боковой поверхности можно понять, по поперечному отростку, потому что он выпирает. При повороте вот, вот две дужки, да, боковой развернулся по часовой стрелке, и ещё вот туда чуть сублюксация, чуть выступает. Ну, в данном случае он вот сюда выступает. Значит, проверили спинок этих жмляй, вот так вот фасеточные суставы сократили, понадавливали, не больно здесь, да? Здесь не больно, да? Что мы делаем? Это мы вот эти вот суставы фасеточные туда вернули и сжали их с этой стороны, да? Сжали, проверили. Если там больно, то там уже может быть артрит начаться, да, или мышцы их стягивают. Вот, ну и сама правка теперь. Значит, первое вот так вот вставляем руку под 45 градусов, да, и куда укажет палец, примерно на четвёртый позвонок, вот до сюда даже прохрустит. Правило такое, запоминайте. Седьмой позвонок и вот если толще ниже, всё делается ровно вот в фронтальной плоскости. Чем поднимаем руку выше на позвонки, выше, 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 да, тем больше добавляем вращательный момент. И когда доходим до атланта, там чисто только вращение. Потому что атлант, вот он, это плоскость, видите, затылочная кость снизу плоская, и атланта не вращается вот так. Итак, поехали. Упираем себя, чтобы человек был зафиксирован. Да, если человек куда-то съезжает, вот очень подвижные люди, такие, прям как на шарнирах, то подставляем колено, фиксируем его полностью. Мы все зафиксировали. Вот. И давай вот в эту сторону, 45 градусов, расшатали. Когда почувствую, что он расслаблен, то резко с амплитудой вот туда продавили. Атлант, ой, седьмой шейный позвонок, ровно горизонтально персу в него. Могу еще дополнительно пальчиком периться. То есть этот палец у перса в поперечный отросток, вот. А этот палец у перса в астистый отросток, вот видите, такая скоба получается. Ужасто, да. Теперь, примерно, четвертый, пятый. Вот уже, чуть-чуть, поворотом. И второе правило, то есть здесь мы за макушку держимся, чем выше поднимаемся, тем ниже наша рука сползает по черепу. То есть тут уже вот я толкаю в висок почти. И вот дошел, добрался до второго позвонка, который упирал. Вот надо таким углом. Тут упираемся в кремиальный отросток, вот эта косточка в боковой, поперечный. И через нее мне надо череп его перекрутить вот туда. Так, расслабься. Так, вот эта рука должна спуститься на затылочную кость. Пока просто расслабляю и тогда почувствовала, тогда вот туда. Дошли до Атланта. Значит, нужно флексия 45 градусов, латеральная на 45 градусов и ротация 45 градусов. Нос находится на оси. Положили аккуратненько щечку на руку. Здесь можно упираться в плечо. А эта рука под затылочную кость немножко подталкивает вверх. То есть наша задача поднять череп, развернуть и поставить. И назад он вернется уже с этими позвонками. То есть, смотрите, второй ушел туда. В ту же сторону мы вращаем и череп, затылок вернее. Вот, расслабили, расслабили. И когда почувствовали, что он... Нет, ты не расслабляешься. Еще чуть-чуть. Так, так, так. Не дошел, не докрутили еще. О, вот он стал. Так, приходи в себя. И проверяем, расслабили шею. Во, видишь, уже не больно, да, с этой стороны? Вот тут. Вот, да, вы сделаете против положенной стороны. Ну да. Так, ну, можно увеличивать лордоз, например, вот там вот впервые в шею и в череп. И вот подтолкнули их вот туда. Тут нужен тоже такой упор, чтобы ладошка уперлась как бы в грудной позвонок, а в верхней части вот в второй, третий позвонок примерно. И чтобы был упор. Так, в эту сторону. Теперь. Отдельно в случае, когда второй позвонок слишком сильно вылазит, да, и шея мощная, вы в такой позе не справляетесь. Тогда сажаем человека на стул. Ниже тебя, когда слезать с левой этой дороги, на кресток. Давай, вернее, стуль сюда поставим. Вот, захватываем так же. 45 грузов, поворот, 40 грузов, на консервах, 5 грузов, литерация. Захватываем его уже вот так вот. А эту руку упираемся в плечо. Ну, вообще, сначала надо, конечно, чтобы все добраться, мощно шею, да, то надо ее расслабить всю. То есть помогаем человеку, вращаясь вокруг всех мышц, вот так вот растягиваем их все по очереди. Вокруг всей шеи делается небыстро. Очень медленно, на целую минуту вращения только в одну сторону. Тянем, тянем. Ну, это я быстро показываю, чтобы ролик не был такой длительный. Так, в эту сторону тоже все мышцы растянули, растянули. Захватили вот так вот за плечи и за затылочные кости. Здесь затылочный кост, поэтому череп назад чуть-чуть. Клонем, вот, и так вот попружинили.